Пока что марка и на какую сумму правительство планирует закупить два новых авиалайнера, неизвестно. Однако то, что у государства на эти цели появились средства, уже радует. Сегодняшнее состояние авиации страны – это результат 12-летней работы. И сейчас ведем усиленную работу. В течение двух месяцев примем решение. В то же время, заседая на профильном парламентском комитете, члены правительства сообщили о том, что три аэровокзала в республике нуждаются в срочном ремонте. В противном случае говорить о развитии внутренних авиарейсов более и не придется. Апциалисты нам дали заключение, что аэропорты в Караколе, Таласе и Кызылкие непригодны для полетов. Вместо них надо строить новые. Идея хорошая, но к ней скептически относятся в обществе. Откуда у республики деньги на строительство новых, если вопрос с ремонтом ныне существующих десятки лет оставался открытым, задаются вопросами эксперты. Да и в фонде по управлению госимуществом открыто заявляют, что положения единственной государственной авиакомпании «Эйр Кыргызстан» удручающие. Настоящая организация давно не выполняет полеты, поскольку коллектив из-за того, что предприятие вот уже не первый год находится на грани банкротства, отправлен в отпуск без содержания. Кстати, информацию о нынешнем положении дел представил лично председатель ФУГИ Ринат Тулибердеев. По его словам, сложная ситуация в авиакомпании в первую очередь связана отсутствием современных воздушных судов. Кроме того, проблемой остается задолженность перед топливозаправщиками и аэропортами. Согласно информации чиновника, на сегодняшний день кредиторская задолженность за 9 месяцев 2018 года составила 323 миллионов сомов, а задолженность по дивидендам еще 4 миллиона 400 тысяч. Всего в собственности организации 4 самолета, но только двое из них не эксплуатируются по той причине, что один из-за поломки простаивает в ангаре, а другой сдан в субаренду. Отдельные депутаты, узнав об этом факте, отреагировали незамедлительно. Почему мы отдали самолетов в субаренду, если самим не хватает самолетов? С ноября 2017 года по настоящее время Boeing 737-500, основное эксплуатируемое воздушное судно, стоит на стоянке в аэропорту Манас. Второе воздушное судно Boeing 737-300 из-за отсутствия средств на оплату лизинговых платежей за данное воздушное судно в целях сохранения долгого лизинга передано в субаренду. На сегодняшний день 75% акций Air Kyrgyzstan включены в программу приватизации госсобственности. Другими словами, активы авиакомпании выставлены на инвестиционный конкурс, который, кстати, дважды был признан несостоявшимся. И тем не менее, в правительстве не перестают надеяться, что с привлечением инвестора насущные проблемы организации будут решены. Словом, вариантов много. И если уж на самолеты нашлись деньги, то это может означать только одно. Для гражданской авиации не все потеряно. Митребек Мамбиталиев, Ильчебек Каштобаев. Новости Ошпери.